Сколько сейчас вам лет и какая у вас проблема? 17 лет. Лежу сейчас в больнице с артритом и гастритом. Попала сюда сразу после дня рождения. А в сам день рождения меня и мою сестру выселили из квартиры. Нам дали время до 5 апреля. У нас нет денег и две кошки. Боюсь представить, где мы окажемся 5 числа. Но самая большая проблема в том, что моя мама болеет шизофренией. Кстати, я продолжаю заливать ролики на бусте, на очень откровенные темы. Уже вышли. Ошибки парней в кексе, лайфхаки для первого кекса и вот этот. Даже страшно вслух такое на ютубе говорить. Ссылка на бусте в описании под видео. Че-то задумался, а какие у меня могут быть проблемы? Сначала я пытался вспомнить что-нибудь серьезное, но ничего не вспомнил. А потом меня осенило, что никаких проблем у меня нет. Мне 16 и я живу среди самого лучшего окружения, которое может быть у человека. Все всегда меня поддерживают, какие бы странные и несуразные цели я себе не ставил. Единственная проблема ЕГЭ, но на фоне ваших проблем моя выглядит жалко и мелочной. Надеюсь, у вас всех все будет хорошо и вы обретете то, к чему стремились. В любом случае, удачи. 14 лет. У меня мама болеет раком уже более 3 лет. 4. Я не хочу думать, сколько я натерпелась. Помню ту зимнюю ночь. Ко мне еще дома, в Украине, в мою комнату заходит мама. После того, как они были весь день в больнице с папой, говорит. «Настюш, ты главное не плачь, не переживай, все будет нормально». Помню, когда у нее были операции, папа в командировках, я и сестра одна дома. Я отвечаю за все. В школе я не могу ничего говорить. Я обязана хранить молчание и еще вести себя нормально, не показывая, что мне плохо. Мне было 11-12. Когда у мамы была химия, у нее началась депрессия. Ей не нравился ее внешний вид. Ей не нравились эти все время непрекращаемые боли. Выворачивает кости, печень болит почти до обморока. Маме было тяжело ходить из-за боли в костях. Помню, какие вечерами было настолько плохо, что я держу телефон в руках, в надежде не набрать в скорую и папе в командировку. Вечерами я сидела с ней, она сжимала мою руку для того, чтобы я знала в сознании, она или нет. И так на протяжении года. Дальше, когда началась полномасштабная война в Украине, у меня разрывалось сердце. Маме нельзя нервничать, так как из-за нервов болезнь прогрессирует. Мама вся на нервах из-за войны, она не знает, что делать. Папа в командировке, дома у нее я и моя сестра, мне было 13. Над домом пролетел первый истребитель, у мамы очень болело сердце. Ее таблетки для печени заканчивались, ее запись на химию прогорела. Каждый день с дня по глубокую ночь мы бегали с подвала в дом. Дрожа, идя домой, так как ходят мародеры. Я дрожу, не знаю, что будет завтра с мамой, не знаю, что будет завтра со мной. В итоге выехали за границу. Мама начала лечиться здесь. Из-за всего этого оплата квартиры, прочие расходы, иногда не хватает денег на ее таблетки. Вечерами ей бывает настолько плохо, что у нее сводит конечности. Один раз у нее онемел даже язык, она еле могла промолвить слово. И все время я рядом с ней. Но все время выходит так, что она говорит сестре. Знай, я тебя люблю больше, побудь со мной. Что я делаю не так? 18 лет. Я не знаю, что делать дальше и чувствую себя абсолютно бесполезным бездельником. История. Хотела быть художником, даже несмотря на то, что один глаз не видит вообще, а другой 16%. Не знаю, чем я думала, но родители дали флаг в руки, даже на платку были согласны. Но, к счастью, обошлось и без этого. Вступительный экзамен в институт сдала хорошо и, видимо, в себя поверила. Проучилась 3 месяца и поняла, что мои нервы на пределе, а зрение упало еще больше. Мне стало страшно и пришлось уйти в академ. Моя врач сказала, что если я продолжу учиться на дизайнера, то может стать совсем плохо. Я устроилась на работу, чтобы не быть бесполезной, но мою должность расформировали. И родные настояли на том, чтобы я восстановила свое зрение и кукушку, по возможности, и не искала другую работу. Стало стыдно за то, что я ничего не делаю, хотя, казалось бы, меня саму попросили. Есть неплохие баллы по английскому и литературе, можно пойти на переводчика. Но я боюсь сделать неправильный выбор снова, поступить не в тот вуз или не поступить вовсе. Страшно подумать, но переводчик – профессия, которой недолго осталось. Кем я буду на выходе через 4-5 лет? Продавцом в магазине, которым я уже успела проработать. И это правда неплохо, но зачем ради этого тогда на вышку идти? А может быть я разочаруюсь в специальности через пару месяцев? А вдруг не справлюсь с нагрузкой? А что если я все-таки ослепну из-за нагрузки на глаз от чтения? Сомнения, неопределенность и чувство вины просто дико меня угнетают. Мне 20 лет, у меня обнаружили опухоль в молочных железах. Она продолжает расти. Из-за лечения у меня проблемы с деньгами. Уволили с работы. Плюс к этому проблемы с учебой. Все свалилось именно сейчас. Это все действительно выматывает. Я устала. Единственное, ради кого я живу, это мои родители. Если бы не они, я бы не писала сейчас этот коммент. Мне 27. Моя самая большая проблема – война, которая развязала моя страна против страны моей девушки. Я живу буквально в часе езды от нее, и раньше границы не была проблемой. Я не могу остановить эту войну и не могу ее забрать. Я могу только плакать, потому что боюсь, что из-за одного конченого я могу потерять самого дорогого для меня человека. 17 лет. Три основные проблемы. Первое. Сдача ЕГЭ. Второе. Практически полное отсутствие друзей. Сейчас постараюсь объяснить, почему так. Третье. Страх перед неизвестностью. Я не знаю, куда мне поступать и на какую специальность, и что делать после окончания университета. Если я, конечно, в него поступлю. Начну со сдачи ЕГЭ. До него осталось не так много времени, и я все больше понимаю, что я сильно проебался в своей подготовке к этому жизненно важному мероприятию. Извиняюсь за мат. Почти весь год я откладывал подготовку, и вот результат. Сейчас, как говорится, пытаюсь запрыгнуть в последний вагон, но мне кажется, что вся моя подготовка бессмысленна. Про друзей и мое окружение. С начала учебного я начал терять связь со своими друзьями. Кто-то поступил в университет, и у него сейчас свои заботы. Кто-то уехал в другой город, и так далее. С кем-то просто перестал общаться. Удивительно, насколько сильно твое окружение может измениться за столь короткий срок. Сейчас у меня лишь несколько друзей. Один друг, которого я, наверное, могу назвать лучшим, и еще один. Но с ним, скорее всего, по окончании учебы я потеряю связь. Пытался начать отношения с одной интересной мне девушкой, но понял, что это бессмысленно. Да и максимум, на что я могу претендовать, это остаться друзьями. Но в глубине души я понимаю, что как только закончится учеба, наше не столь частое общение прекратится. Ладно, тут долго можно сидеть и расписывать, но мне нужно выговориться, так как чувство одиночества в столь юном возрасте ужасно. Итак, к чему я веду? К тому, что мне очень сложно знакомиться с людьми, так как я не очень интересный человек. И я не знаю, как мне быть в будущем, когда мой круг общения практически станет нулевым. Это самая угнетающая проблема. Непонимание того, чего я хочу от жизни. Как бы я не пытался найти какое-нибудь интересное занятие, которое в будущем будет приносить мне хороший доход, мои попытки не увенчались успехом. Если вы дочитали до конца мой коммент, то спасибо вам огромное. Будьте счастливы и цените людей, которым вы не безразличны. Мне 14. У меня очень большая проблема с памятью. Воспоминания слишком мутные. Я не помню не только, что было 2 года назад. Но даже не могу вспомнить, что делал 3 часа назад. Ходили даже на МРТ, но сбой в мозге не обнаружено. Я помню только события 3 и более летней давности, но все так же размыто. Но главная проблема в том, что до того, как это началось, я мог представить в голове какие-то красочные вещи. Мне очень часто снились сны, а сейчас ничего, просто пустота в голове. Хочу сказать всем, не сдавайтесь никогда. Меня тоже жизнь очень часто проверяет на прочность. Иногда казалось, что я просто не могу больше бороться. Но потом я осознала, что сражаюсь за свое счастье, сражаюсь за то, чтобы стать счастливой. Иногда, конечно, бывают срывы, слезы, но потом я осознаю свою цель и иду дальше. Ведь кто, если не я? Помни, что только ты способен изменить свою жизнь, и никто другой. Именно помня это, я поднимаюсь и иду дальше. Очень тяжело, но мы справимся. И помни, что я верю в тебя. Мне 16, я жутко боюсь будущего, а точнее неведения и неожиданных поворотов судьбы. Все было хорошо до февраля. Я сдавала биологию и общество. Живу в пяти минутах ходьбы от школы. Нормальное отношение с учителями и даже у некоторых в приоритете. Учусь на тройке и четверке. Но в феврале нам сказали, что в школе остается только физмат и что я не могу сдавать, что сдаю. А мне это нужно. Нужно для будущей профессии. В итоге мы обзвонили все школы. В них всех только соцэконом и физмат. В итоге единственный гуманитарный класс остался на другом конце города. Меня ждал месяц слез. Февраль. Я ревела каждый день, ведь родители просили остаться в этой школе и убеждали, что если я не сдам биологию, то поступлю. Спустя месяц я настояла на своем, но теперь боюсь, что меня там не примут. Жутко боюсь неизвестности. Надеюсь, все будет хорошо. 22 года. Самая большая проблема для меня найти друзей в этом возрасте. После школы и вуза отношения с бывшими друзьями сошли на нет. Работу я легко нахожу, деньги могу заработать. Есть деньги, есть здоровье и у меня, и у семьи. Отношения также не проблема. Были, сама завершила. Их мне найти всегда было куда проще. А вот настоящих друзей понятия не имею, где и как искать. Причем не в сети. Тут есть с кем болтать. А в жизни. Чтобы можно было видеться, проводить время как-то, чем-то вместе заниматься, выезжать, поддерживать друг друга, обоюдно помогать. Чтобы дружба была не односторонняя. Мучаюсь так уже давно. Хоть на стену лезь. Что делать не знаю. И смириться не могу. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти канал. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!